добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь и мы привезли еще один эксклюзивнейший автомобиль это mercedes s63 amg в 223 последнем кузове машина приехала специально для нашего клиента под заказ прямиком из германии давайте уже ознакомимся что это за автомобиль вообще на актуальном из-за третьем поколении произошло достаточно большое количество изменений и даже на amg версии которая вышла даже позже чем через год после презентации обычного 223 вот тоже есть много интересных отличий от собственно стандартной версии и давайте же все таки с ними ознакомимся я думаю вы уже успели заметить что у нас здесь переработался полностью дизайна при этом остались характерные черты стилистики mercedes конкретно с класса в 63 версии у нас здесь также поменялась решетка радиатора она у нас теперь имеет вертикальные ламели ламели так называемая панамерикано и тут же у нас не стандартный хром а он притонированы очень классное решение на самом деле люблю такое потому что все уже привыкли к стандартному обычному хрому который у нас полностью зеркальный а вот такие вот элементы особенно на черном цвете кузова автомобиля смотрится очень классно то есть у нас вроде бы она сильно не выделяется но при этом имеется тот же блеск под тем самым притонированным хромом и помимо характерных черт решетка радиатора вертикальных ламелях 63 версии у нас здесь также и бампер отличается от стандартного 223 mercedes имея по бокам большие воздуховоды для обдува интеркулеров радиаторов которые у нас там стоят собственно за этим бампером и еще одним элементом который у нас здесь является доп опция это до оснащения автомобиля карбоновыми деталями то есть у нас на переднем бампере боковые воздуховоды имеют обрамление полностью из карбона и это не последний который будет встречаться у нас из этого материала здесь они будут дальше по автомобилю которая чуть позже покажу далее что мы здесь видим у нас имеется камера передняя которая относится у нас к круговым обзорам вам чуть позже покажем качество изображения на самом эти системе которые у нас проводятся и за логотипом mercedes за этим прицелом у нас находится блок радаров которые понимают собственно дорожную обстановку и что интересно что тут у нас как бы имеется такое стекло и она с подогревом то есть если вы будете ехать в зимнее время города по трассе будет налипать естественно снег на эту деталь и если бы там не было подогрева то у вас в этой ситуации просто отказывались бы работать эти датчики которые там находятся так вот это небольшая доработка этого элемента очень сильно будет спасать так скажем жизнь вам и облегчать ее в далеких поездках и еще одним элементом который отличает 63 версию от обычной на передней части автомобиля является не только переработанный обвес этой машины и также фирменный шильдик амг который находится у нас на капоте вместо стандартного прицела mercedes фары на этом автомобиле у нас стоят максимальные это digital light дизайн там тоже был переработан смотрится очень классно но опять же узнаваемо мы сразу понимаем что это mercedes из классово флагманская модель и это очень умные фары которые могут вам проецировать подсказки на дорожном полотне то есть подсвечивать отдельные зоны элементы даже могут делать какой-то рисунок на дороге на самом деле очень интересная функция и полезно переходим дальше под капотом у нас находится все тот же 4 литровый в 8 который работает у нас на бензине это двигатель выдает 612 лошадиных сил и 900 метров крутящего момента но так как машина у нас гибридная это параллельный гибрид то есть в движении автомобиля участвует как двигатель из внутреннего сгорания так и электромотор который установлен только на задней оси и этот самый электромотор может в моменте добавить до 190 лошадиных сил и еще 320 ньютон метров крутящего момента и совокупно машина выдает 802 лошадиные силы 1220 ньютон крутящего момента в общем достаточно хорошие цифры этот седан разгоняется до 100 км в час всего за 33 секунды опять же это может быть не самые быстрые цифры на сегодняшний день но так как технологии у нас развиваются так что электро батарея весит достаточно много и вес этой машины 2600 килограмм для такой массы это на самом деле очень хорошие цифры все это работает в паре с девятиступенчатым автоматом амг и машина на самом деле передвигается максимально плавно как это должен делать настоящий с класс на автомобиле стоят очень эффектные колеса в двадцать первом размере естественно это оригинальные диски amg mercedes они у нас окрашены в черный матовый цвет и по кантику у нас идет алмазная проточка лицевой части очень классное решение потому что у нас колеса не выделяется из общей массы автомобиля машина черная колеса тоже черный но при этом из-за цвета у нас не теряется размер потому что как раз таки по кантику у нас есть та самая проточка они очень классно у нас на всем фоне автомобиля выглядят и за ними находится очень мощная тормозная система это большой шести поршневой суппорт окрашены в красный цвет с логотипом амг и большой диск с перфорацией это 400 миллиметров поэтому такая система точно будет хорошо останавливать автомобиль потому что даже сзади у нас не сильно меньше тормоза это 380 миллиметров это же достаточно мощный суппорт и плюс ко всему эти диски у нас идут тормозные двухсоставные то есть при нагреве у вас не будет такого что руль будет начинать бить и так далее это на сегодняшний день одна из самых прозрительных систем тормозных которые устанавливаются на автомобиле переходим далее на крыле у нас вместо привычного шили к в 8 битурбо еще появилась отдельная надпись и performance как раз таки потому что автомобиль у нас гибридный про эту систему расскажем тоже чуть поподробнее дальше карбоновые крышки зеркал как раз таки из того дополнительного оснащения карбоновые накладки на пороге такая очень тоненькая идет у нас накладка по всей длине автомобиля который очень классно его подчеркивает и тут же в зеркале у нас видно камеру как раз таки которые говорю что относится к круговому обзору оконные молдинги у нас тоже сделаны в черном цвете так называемый shadow line опять же вся машина черная не должно быть элементов которые сильно выделяются ручки дверей здесь тоже изменились в сравнении с предыдущим покорением это современная мода тенденция на выезжающие ручки плюс тут у нас есть такой красивый хромированный молдинг ручка сама выезжает просто по нажатию сенсора естественно у нас здесь бесключевой доступ как спереди так и сзади присутствуют доводчики дверей все-таки это премиальные седаны флагман компании mercedes и сверху у нас также имеется сдвижная панорамная крыша еще одна приятная особенностью последнего поколения из класса будет то что задняя ось у нас умеет подруливать и вот такой вот большой достаточно седан может очень спокойно разворачиваться в очень узких улочках трудно доступных местах и на самом деле это очень сильно помогает в маневренности я думаю люди которые катались на предыдущем поколении из класса это здесь точно оценят потому что это очень удобно также у нас здесь есть адаптивная пневмоподвеска машина после 120 километров в час присаживается на один сантиметр чтобы быть чуть пониже и более устойчивость машина понимает дорожные условия и различные сценарии использования ее на дороге и также здесь у нас два лючка один у нас из них идет под электро зарядку с левой стороны и справа у нас стандартная горловина бензобака тоже интересная особенность что с двух сторон у нас расположены ручки но все это у нас как раз таки из-за той самой гибридной системы которая установлена в этом автомобиле перемещаемся к задней части автомобиля тут на самом деле больше всего мне нравится как сделаны фонари они у нас сейчас во всей линейка mercedes приравнялись к одному дизайну очень похоже автомобили сзади но при этом у s-класса у нас посмотрите в два ряда выставлены такие вот пики которые подсвечиваются очень классные эффектно выглядит создавая такой прям 3d эффект в этом самом фонаре снизу естественно спортивный диффузор с насадками которые ставятся только на 63 версии с двух сторон такие ромбовидные и даже насадки у нас сделаны в том самом темном хроме то есть это не просто черный цвет а он прям сохраняет свой блеск и также видно карбоновый диффузор это последний элемент карбонового дооснащения этого автомобиля и еще одна деталь которая у нас появилась в этом кузове такой маленький штрих это красная окантовка шильдика s63 который идет у нас сбоку вроде бы мелочь но приятно что даже над этим задумываются производители в багажнике здесь по сравнению с предыдущим поколением s-класса стало меньше места и все это из-за новой гибридной системы потому что в подполе багажника у нас находится электробатарея поэтому пол у нас стал чуть выше но в принципе я думаю с каждодневной своей задачей перевозить какие-то небольшие не крупногабаритные вещи в этот багажник точно справиться слева у нас видно большой стелс короб заводской под сабвуфер справа есть отдельное место такая ниша для хранения мелких вещей разъем для прикуривателя чтобы вы могли подзаряжать вещи которые вы перевозите с собой различную технику и тут же у нас лежат три таких вот бокса фирменных mercedes это полный комплект всех зарядок которые вам нужны для этого автомобиля то есть это зарядка домашняя обычная зарядка домашняя быстро и для уличных автомобильных электромобилей собственно зарядка то есть полностью что нужно вам для полноценного использования автомобиля его обслуживания зарядки и так далее здесь у нас это все сразу имеется ну и небольшая такая деталь дополнительный кто-то присутствует это вот такой вот крючок куда можно подвесить сумки вещи новости все что вам необходимо багажнике чтобы она у нас здесь сильно не перемещалась по пути когда вы видите на автомобиль и так перемещаемся в салон нас тут встречает отделка из светлой кожи в сочетании с черной кожи на по выглядит это все на самом деле очень роскошно и дорого приятно находиться в такой машине где все сделано из качественных материалов у нас кожа естественно на руле на его ободе на центральной части сиденья светлой кожи центральная часть подлокотник странной консоли и верхней части дверных карт с парпризом у нас уже сделано в контрастной другого цвета черная кожа и потолок здесь обшит в светлую алькантар в общем на самом деле куда не прикоснись руками везде встречают очень классный и приятный материал вообще в этом обновлении и в принципе во всей новой линейке мерседесов мне очень нравится как переделан руль его дизайн двойные спицы которые у нас у горизонтально и вертикально такая же двойная спица смотрится на самом деле ну такой классический вид у него есть собственно как стиле мерседеса но при этом добавляют нам такого спортивного характера дополнительные переключатели которые установлены снизу на правом у нас как обычно переключатель режима комфортов а левый переключатель у нас отвечает за разные функции его можно настраивать под себя и в быстром доступе вывести здесь все что вам необходимо стандартно у нас слева идет управление адаптивным круиз-контролем и кстати машина может не только ехать сама а также распознает различные препятствия не только другие машины то что могут быть пешеходы велосипедисты мотоциклисты и так далее она все это понимает благодаря радаром которые установлены у нас передней части автомобиля и справа на руле управление мультимедиа системы и еще тут есть лепестки для более удобного приключения передач при активной езде за рулем у нас находится приборная панель и в этом поколении с класса она у нас стала объемной 3d то есть несмотря на то что у нас с виду вроде бы обычный экран если вы сядете за место водителя и посмотрите на приборную панель то на самом деле видно что у нас как будто бы шкала тахометра и спидометр находится чуть дальше основные элементы которые у нас постоянно они на самом деле прям отделяются от фона и чуть ближе к вам здесь у нас естественно меняются различные режимы на собой приборной панели то есть можно поменять его дизайн от спортивных режимах где у вас главный инструмент этот тахометр собственно который уводится в большую часть приборной панели и остальные режимы тогда и так далее у нас присутствует также навигацию сюда можно вы вывести и отдельный есть режим для сервиса если вы машина оставляет на техническое обслуживание можно в него перейти и уже не беспокоиться что с ней собственно что-то случится также у нас здесь есть проекция на лобовое стекло она выводится и там у нас ну стандартно также как и во всех автомобилях показываются самые основные приборы ну и мультимедиа система у нас здесь изменилась и не только ее интерфейсу что у нас находится внутри а также и физическая немного поменяла свое местоположение и она как будто бы летая у нас центральная консоль и вот так вот выходит вверх сделано на самом деле очень круто по самому мультимедиа системе главный экран у нас с навигацией сразу в принципе самое основное что необходимо вам при езде на автомобиле эта карта потому что мы должны кроме едем и различные собственно у нас здесь установки присутствуют магазин mercedes также можно посмотреть настройки автомобиля кое тут на самом деле огромное количество и различные вспомогательные системы настройки света подсветки салона автомобиля в принципе настройки основные по езде на автомобиле и так далее далее у нас здесь есть настройки комфорта то есть здесь мы можем включить себе массаж настроить поудобнее под себя сидение включить также подогрев либо вентиляцию этих семей сидений и очень интересная функция в mercedes есть это динамическое сидение то есть если вы включаете эту функцию едете в далекую дорогу бывает такое то что затекают руки ноги и так далее хочется сидеть немножко по-другому в сидение она будет под вас подстраивать то есть если вы меняете свое положение она сделает так чтобы вам всегда было удобно ну и далее естественно можно включить свой телефон сюда есть карплей android auto и также у нас есть отдельные режимы которые присутствуют только в 63 версии это amg performance в котором мы можем видеть все параметры автомобиля уровень зарядки электробатареи которые у нас установлено в багажнике и также у нас есть отдельное меню в котором можно посмотреть показатели по мощности в данный момент но я думаю это многим нравится наблюдать сколько выдает автомобиль сейчас вот краски видно собственно все изменения которые у нас происходят и также машина делит отдельно крутящий момент показывает на двигателе внутреннего сгорания и тот момент который выдает у нас электробатарея прямо сейчас и отдельное меню это track pace это телеметрия встроенная в машину то есть вам не нужны отдельные дополнительные приборы если допустим вы выехали на ближайшую гоночную трассу и хотите замерить время круга машина может сделать это сама и режим drag race то есть если мы хотим быстро стартовать с места со светофора где-нибудь еще на гоночные треки и так далее машина тоже сама может замерить время которое у нас было пройдено за конкретные участки трассы и естественно здесь присутствует отдельное меню кондиционирования в котором мы можем настроить климат систему и также машина даже показывает качество воздуха который у нас она забирает с улицы и подается он вот в принципе видно сейчас показатели что снаружи у нас воздух более загрязнен чем тот который поступает салон то есть машина на самом деле заботится о вас и также можно здесь очень хорошо отдохнуть потому что в этом поколении у нас появилось отдельное меню energizing comfort в котором есть различные программы при включении которых машина дает вам то настроение которое вы собственно включили она настраивать специально климат систему под конкретно разный режим может активировать массаж либо допустим включить систему кондиционирования включить музыку подсветку и так далее в общем можно здесь полностью расслабиться в этом и 63 также естественно у нас есть отдельное меню в котором можно посмотреть камеры кругового обзора автомобиля ну естественно на современном mercedes у нас отличное качество камеры видно все мельчайшие детали даже мелкие трещинки и камушки которые у нас находится на асфальте и под мультимедиа систему у нас находится дополнительный блок кнопок это аварийный сигнал быстрое переключение громкости мультимедиа системы и слева особенные кнопки которые тоже есть только на 63 версии последние то далее переходим снизу у нас большая панель из черного рояльного лака смотрится очень классно если мы открываем у нас тут есть два подстаканника отдельное место для хранения больших вещей беспроводная зарядка для телефона и два разъема и избитой c поэтому ваши гаджеты в этой машине будут точно заряжены всегда и полностью подлокотник стандартно уже как на всех mercedes открывается у нас на две стороны тут у нас есть еще одно место для зарядки телефона беспроводная зарядка и еще два разъема и избитой c и так перемещаемся на задний ряд на самое главное место в этом салоне капитанской который находится у нас сзади справа естественно она может раскладываться полностью в лежачее положение у нас есть эта манка которая выезжает есть отдельная подставка для ног на переднем сидении для собственно самого заднего пассажира и тут можно даже с комфортом спать в далекой дороге это точно здесь обеспечено и отсюда как раз таки видно очень интересный элемент который отличает именно 63 версию от обычного с класса это вот такие вот продольные линии которые у нас повторяются по всему салону находятся даже в спинках перед не сидений то есть видно это у нас заднего ряда со 2 то есть машина показывает вам каждой своей даже мельчайшей детали то что это действительно люксовый седан сидение как я и говорил у нас может раскладываться лежачие положения есть атаманка под ноги вентиляция подогревом массаже все у нас здесь присутствует также у нас есть электрические шторки на заднем ряду чтобы полностью скрыться от посторонних взглядов на центральной консоли у нас есть фирменный планшет samsung который сюда у нас прямо встраивается можно его даже отсюда достать и полностью управлять комфортом именно на заднем ряду не только у правого пассажира также и улево то есть вам не нужно будет тянуться далеко за какими-то элементами управления различных систем тут же у нас есть подлокотник еще одна беспроводная зарядка место для хранения вещей небольшое сзади у нас присутствует лючок для лыж чтобы можно было погрузить какие-либо вещи и самое красивое что имеется у нас на заднем ряду это панорамный вид который открывается у нас полностью отсюда и тут же сверху у нас видно дополнительный динамик прямо на крыше аудиосистему бурмистр которая здесь установлена это максимальная акустика которая может быть в mercedes их качество звука здесь просто идеально но это мало того что хорошо потому что качество звука у нас очень классно так еще и эти сетки посмотрите как они выглядят сзади сверху передние динамики высокочастотные у нас могут даже крутиться но это фирменная черта аудиосистема бурмистер а если вдруг вы не хотите слушать музыку со всеми вместе в салоне допустим хотите посмотреть сериалы при этом никому не мешает для этого у нас есть экраны которые встроены у нас передние сиденья собственно для задних пассажиров есть даже фирменные наушники mercedes вот так вот они у нас собственно выглядит тоже черный рояльный лак выглядит очень классно они у нас очень удобно то есть можно полностью отделиться от всех и посмотреть фильмы и сериалы послушать музыку отдельно от остальных пассажиров которые у нас находятся в салоне а еще на центральном подлокотнике у нас есть отдельная выдвижная панель и так вот сразу не скажешь что это такое а это место для вашего телефона чтобы у вас был быстрый доступ к нему он прямо сюда он оставляется и отсюда же мы можем получить доступ к подстаканникам для заднего ряда сделано очень классно потому что не занимает лишнего места все прячется в другие панели элементы ну в общем очень комфортно и классно здесь это все продумано я думаю вы уже заметили что за головой у меня находится не просто подголовник а на нем у нас еще есть фирменная мягкая такая подушечка которая сделана из алькантары и в принципе здесь везде есть такие вот мелкие элементы про которые говорил подушка у меня находится за головой на атаманке у нас есть дополнительная мягкая подушка которая обшита у нас гладкой кожи чтобы собственно было еще мягче сидеть и на самом деле тут находишься практически как у себя дома в своей уютной кровати и давайте немножко пройдемся по задним экраном что у нас тут имеется в принципе все практически как и на главном экране который находится у нас спереди на автомобиле также можем посмотреть уровень зарядки автомобиля включить навигацию подключить свой телефон с помощью carplay или android auto включить музыку скачать приложение здесь можно есть отдельный магазин mercedes также имеются настройки комфорта в которую включена также настройка сидений комфортная подсветка и климат-контроля и так далее и даже здесь мы можем включить режим amg performance чтобы понимать состояние автомобиля в данный момент и тут же у нас есть режим track pace та же самая телеметрия про которую я вам уже рассказывал спереди и собственно также мы можем здесь получить доступ к настройкам автомобиля она центральной консоли на его задней части у нас находится блок управления климат-контролем который здесь четырехзонный и под ним еще несколько портов это два разъема usb type-c и два разъема sdmi для подключения к экранам и вывода на них изображение а сейчас эта машина уезжает в наш тюнинг-центр чтобы мы произвели некоторые доработки оклеили ее полностью в защитный полиуретан потому что все-таки машина у нас эксклюзивная и очень дорогая и она у нас нуждается защите от различных воздействий которые у нас всегда возникают на дорогах общего пользования напоминаю что наш тюнинг-центр обеспечивает огромное количество услуг в принципе практически все что вам вздумается в голову можете обратиться и наши менеджеры в этом вам точно помогут поэтому обязательно обращайтесь конкретно эта машина обошлась нашему клиенту чуть больше 30 миллионов рублей обязательно пишите комментариях что вы думаете про данный автомобиль как он вам и подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что там мы выкладываем автомобили которые у нас идут в пути в наши автосалоны автомобили из наличия также не забывайте что мы можем привести абсолютно любой автомобиль из самого дальнего уголка света под заказ в наши автосалоны про тюнинг и подписывайтесь на этот youtube канал пишите комментарии ставьте лайки